Ну вот мы упаковались все в машину, поезжаем, ехать нам порядка 42 километров, поедем на пляж, на который мы обычно ездим, называется он Роза Хутор, точнее аппендикс Роза Хутора, ну короче, сейчас все покажем, ладно, поехали. Подъезжаем к пляжу, начались олимпийские объекты, олимпийский парк. Так вот мы прям подъехали к парковке, парковка платная, мы всегда паркуемся на этой парковке, она в принципе относительно дешевая. На пляже с 10 метров 50, из интересного здесь есть сразу картинг. И вот этот веревочный фарт, больше ничего, почему-то все это не открывается, эта кафешка закрылась, также есть прокат, где можно взять велосипеды, электрические самокаты, а также сурфдоски. Перез мост находится пляж Роза Хутор, но мы полюбили вот этот пляж, потому что когда мы только попали на него, он был исключительно дикий, здесь ничего не было, и сейчас, конечно, его вот уже облюбовали, сделали здесь душевые кабины, лежаки. И вот, все сдают в аренду, но в целом он остается достаточно интересным, но не всегда, когда мы приезжаем, свободно именно наше место. Вот видите, Роза Хутор, это вот он отсюда начинается. Это левый вход, есть правый вход, а есть центральный. Пойдем, Артем. Проводит чистое море. Да, сегодня вон море какое спокойное. Да, даже вон никаких нет огромных. Вот здесь, видите, лежаки, а тут такой, хопс, обрывщики, вот там вот прям прикольно лежать. Ладно, пойдемте смотреть дальше. Мы разместились, вот так вот, еще не поставили зон, но сегодня облачность, в принципе, он не нужен для двора, уже купается. На наш любимый пляж я сделаю небольшой обзор. Вот мы любим пляж, который оказывается называется Пирс, за то, что здесь всегда мало людей, кто-то даже вот там на камушках уединяется. И спокойненько, без людей там купается, вот свободно, сколько у них места в море, не то, что вот там в дальнем, или вот там на Роза Хутор. Этот пляж находится между пляжем Роза Хутор, до Кирса. И вот до начала города, город, пляж, пляж Боготель, отеля, Боготель. Вот так вот, ребята наши, ныряют. Сейчас папа и Артем кинет. Вот так вот. Здесь поставили лесенки, раньше их не было, когда мы только приехали. Появились доски, стурф, лежаки палатные, душевые, переодевалки, бунгало. Вот есть сцены на все. Да, это не дикий пляж, но по крайней мере в июле месяце в середине здесь не так много людей. Как на других пляжах, например, как мы были на границе с Абхазией на пляже. Сначала мы приехали, очень широкая полоса, так обрадовались, народу мало, а потом как начали сюда приходить. И большинство выпивают, жарят шашлык, в общем, стало там неприятно находиться, очень много мусора. Здесь все убирают, как видели, там парень мимо проходил. А следующий мы сейчас тоже будем снимать попозже немножко. В общем, вот так вот, небольшой этот кусочек, пляж, пирс. Всем рекомендую, рядом с Олимпийским парком. Как я слышала от нашего испанского соседа, что Нижняя Эмиритинга – это более-менее чистое черное море. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok